ребята всем привет вы на канале роман гол на канале об автомобилях об автомобильных историях покупки продажи эксплуатации и в прошлом видео вы видели перегон двух замечательных японцев с дальнего востока в западную сибирь кто не видел обязательно посмотрите в конце этого видео кстати пройдемся по комментариям почитаем по отвечаем но пока нужно заниматься ремонтами машин и honda fit и pajero mini нужно ремонтировать после перегона и в первую очередь я решил заняться поджериком у него значит оторван глушак прикиньте такое бывает на перегоне просто оторвался в ушах надо что-то делать блин вроде как отгнил не знаю посмотрим так что прямо сейчас я прыгаю в поджерика еду сейчас на и 100 викинг поднимем на подъемнике посмотрим чего там как что-то можно вообще сделать а как там какое-то расстояние она там на пружинке сейчас даже если варить ее надо еще обрезать из края вообще не сыпется ну что ребят к сожалению обычно много профильном сервисе не получилось решить данную проблему там кстати еще банка посередине машины посередине выпуска тоже подсекает и то есть непонятно как можно там заварить нельзя потому что металл тонкий в общем сейчас вход идет тяжелая артиллерия я поеду ford exhaust к артему басалаеву вы его видели значит с бмв тоже был моментик там с глушителем системой выпуска все решилось на 5 баллов отремонтировали тогда бэгу кстати обязательно посмотрите вот здесь вверху видосик как все это было я уверен что с моим породистом японцем mitsubishi pajero mini тоже справятся но вроде не рычалась или когда я покупал по моему по дороге где-то она вот так сама мне пока вот перевозили где-нибудь вытекнуть как допустим вполне реально вот 2 мг что не приезжал допустим подряд у них оба катализаторы вырезаны клиент тоже приехал с это r500 113 мотор 5-литровый тоже пока с японии тащили выбили еще плюс прошит прошили на евро два пути а чтоб не поливно было так что но тут ошибка не горит а так не видно его выбит или нет да все растаможенное может а я покупаю такие уже готовы уже растаможенные у меня не хватает терпения ждать два месяца пока все это туда-сюда плюс там же неизвестно покой цене она зайдет курс растаможки то есть на дивиде в день растаможки от панамыру нормально может повеселей поедет и и и и и и и Да, надо будет открутить, короче, планицу будет. Смотри, капиталик типа есть, нет? Что, думаешь открутится? Мне кажется, там уже это... Ну, как-то не хочется, но интересно. Ну, и кру, пойдет на месте, на месте. Выбивать не будем. Какой случай. Ну, прикольно, что снимать необязательно. Все говорили это, что надо снимать весь тракт, типа, здесь выкладывать. На стошках, на двух я обращался, говорят, типа, надо все снимать. То есть откручивать этот глушитель там полностью. Да ну, зачем мы это выморачивали? Ну, чтобы снять это, раскрутить этот ланчиком ржавый, он может один раз раскрутиться. Ну, да, я тоже, что я и говорю, удобно, что это умеете. Можно вздохнуть с облегчением. Да, вот сюда тоже есть. Целиньки, новинки. Сеточка, да, такая? Ну, да, керамика. Ничего не оплавлено, все это. Четко вообще. Молодцы, значит, мои продавцы, у кого я беру. Он три недели у них стоял там, перед тем, как я его купил. Я его оплатил, но он три недели стоял, потом я за ним приехал только. Так-то могли бы жуки какие-нибудь вырезать. Или здесь недорого? Не будешь выбивать? Я? Да. А сколько стоит он? Да я вкусно, я не ломаю. Так, ну все, система выпуска готова. Вот так все это выглядит. Все, сейчас каноль, маноль, чики-пики, как говорится, чики-бомбони. И последний штрих у нас будет вот здесь. Это сейчас крутая насадка. Вот здесь тоже вот отремонтировали. Ну вот, ребята, прямо отлегло. Но сначала я думал, блин, приеду в любое место со сварочником, приварят эту байдовину к той хреновине. И Вася кот. Блин, но все оказалось гораздо сложнее. На сервисах, значит, говорили, что надо будет по-любому покупать где-то трубу. Именно такого диаметра, как надо. Что труба продается метрами. Именно вот такая нержавейка для выхлопа. Что надо покупать фланцы, надо покупать прокладки. Какие-то ремонтные вот эти специальные фланцы. Работа будет стоить хже сколько. Контрактный глушак весь, значит, и как в собственном соку в ржавчине. Стоит 15 косарей именно вот с этим элементом, который у меня, с этим соединением, который у меня есть. И то все это дело на Дальнем Востоке. Короче, вообще жесть, караул. Я там за голову хватался. Приехав же к Артему, все стало сразу просто и понятно. Все сразу нашлось. Ничего сразу. Не надо искать. Блин, вообще просто вот реально гора сплечь. Вроде глушак и глушак, а блин, ну вот так вот все сложно. Полтора часа работы и по домам. Кстати, на том же СТУ Вивен, когда сразу стало понятно, что ничего не понятно с выпуском, я услышал его фамилию. Но у нас город маленький, всего там полтора-два миллиона. Все друг друга знают. Это как помните в том фильме «Антикиллер», где банкир искал лиса для того, чтобы решить свои проблемы. Ищите лиса. А ссылочка на Артема будет, как всегда, внизу в описании. Ну а потом на радостях я решил поехать в лес на покатушке. Ну блин, джип же, рама, все дела. О, началось уже бездорожье. Такое ощущение, что она подзарывается, да? Как видите, далеко я не уехал. Вроде и понижайка, и блокировка, и этот рычажок, и на мостах машина, и большой клиренс, и вес маленький. Ну вот что-то не едет. Видимо, всесезонная липучка с годами все-таки перестает липнуть. Только вот сейчас не говорите, это вот не надо, что проблема там в прокладке. С прокладкой все нормально. А сейчас предлагаю по старой доброй традиции в конце видео почитать комменты к прошлому видосу. Ну, в данный момент к перегону, да? 2 часа 40 минут видос. Вроде бы огромный, но разбит по тайм-кодам, то есть каждый день перегона где-то там 30-40 минут. Так что заходите, даже у кого 2.40 нет, посмотреть времени. 30-40 минут можете в день смотреть. Такой вот лайфхак. Самый популярный коммент Руся Храст пишет, Роман молодец, выкладывает ролики, несмотря на то, что монетизацию отключили. Ну да, к сожалению, конечно, неприятненько, неприятненько, но зато, но зато, зато я решил использовать музыку, за которую бы мне монетизацию так и так сняли. Михаил Попов, очень крутой выпуск, молодец, Роман. Михаил, ты тоже молодец, всегда пишешь комментарии, помню тебя. Надеюсь, ты смотришь все видео до конца. Айрат Шахуддинов пишет, с таким расходом топлива джип можно на буксир к фиту цеплять. Айрат полностью с тобой согласен. Конечно, ну, фит бы, конечно, больше стал есть, но фит расход вообще жестяной. Учитывая, как бы, манеру езды такую, очень спокойную, расход, конечно, жестяной получился. Не знаю, может, как-нибудь и удастся покататься вообще на жесткой цепке. И были такие планы у меня сейчас вот в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, да. Непонятно стало, как бы, немного на паузу сейчас, думаю, встать. В этом плане, в плане машин, в плане перегонов, по крайней мере, с Дальнего Востока, без пробежных машин. Потому что там рынок очень быстро, очень резко, мгновенно, можно сказать, отреагировал там на курсы валют. У нас даже не так быстро все реагирует. В общем, поживем, увидим. Николай Владивосток пишет, на старом трехступенчатом Паджирике с автоматом при 80 км в час 5000 оборотов в минуту. Это жесть вообще. У меня было 3000 на 80, ну и там потом уже в город. А, это не Паджирик, Хонда Вамос, Хобио. Ехал всю дорогу 70 км в час, обороты в районе 4000. Ну, блин, 70 км в час даже я никогда не ездил. Было, что 80 еще до этого ездил. На Хайлендере не оказалось передачи крайней какой-то, пятой или четвертой на автомате, на трехлитровом Хайлендере. Ехал медленно на 3000. Но вот 70 никогда, никогда не ездил еще. Коля Герасимов, жене такую чахотку взяли только третьего года, тошнит полгода, полет нормальный. Не знаю, ребят, вот честно, честно по машине, вот знаете, бывает какую-нибудь машину там, что-нибудь не продумаешь, если не продастся или еще что-нибудь. Ну, себе, в общем, оставлю, типа, как под жопу там гонять. Не знаю, блин, даже по городу как-то не очень. Зачем эта машина, я не понял. Может быть, на хорошей резине она и проходимая, и как-то едет. Ну, не знаю, реально, ребят. Мне вообще не зашла тачка. Ни для трассы, ни для города. Не знаю, я бы вообще ни при каких обстоятельствах не ездил. Сергей Винстон пишет, Рома, привет, купи рацию, дальнобой, слушай канал, будет интересно. Знаешь, ездил я 2-3 года где-то с рацией, одно время, то есть такая длинная антенна была, в кольцо сворачивал ее, чтобы в рюкзаке помещалось. Это Мегаджет 300, кажется, у меня была рация сама. Надоело еще таскать ее. Может быть, да, сейчас видео записываю, возможно, как-нибудь... У меня это все где-то и лежит. По-моему, даже 2 рации у меня уже лежат сейчас. Возможно, как-нибудь откопаю свои раскопки, покатаюсь с рацией. Евгений Сокур пишет, фит в 10 раз лучше Митсубиси, а его не заклеил. Вообще поражает. Так я и Митсубиси не заклеивал. Это мне продавцы Митсубиси заклеили. А в фите, чтобы он не охлаждался сильно, вот эти воздуховоды заделали и все. В принципе, сколов зимой я особо не боюсь. Боюсь сколы на лобовике, на родном, но, блин, лобовик не заклеишь никак. Сергей Новоселов, пошла жара, пошла жара в хату, да, Серега. Привет тебе, Вачинск. Иван пишет, Ромела, прикольный ты тип, подписался, успехов. Иван, что сказать, добро пожаловать на канал. И всех, ребят, кто вновь подписался, добро пожаловать на канал. Всегда смотрите, пишите, оценивайте видосы. В общем, я в своем репертуаре. Александр Гондар и Лучегор снова будут ждать в гости. Саня, ну, блин, я тебе говорил, каждый раз как бы не буду заезжать, да, чтобы часто не беспокоить. Ну, сейчас уже, наверное, часто не поеду. Надеюсь, хоть летом как-нибудь выгадать что-то, какой-то варик найти. Более-менее интересно. Или, может, цены уже устаканятся, как бы сравняются. Какой-нибудь минивэн прикупить, что ли, о чем я мечтал. Ну, заеду. Сань, Лучегорск, привет. Вот сейчас вот читаю комменты и это... Заодно отвечаю сразу, потому что тем, кому забыл ответить. Бывает, что-нибудь это посмотришь, не ответишь сразу и потом, блин, забываешь. Вот такая, в общем, движуха, ребята. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до этого момента. Кто смотрит, точнее, видосы до конца. Отдельный респект, отдельная уважуха. Напоминаю, в связи с определенными, опять, обстоятельствами, которые вот всех нас охватили. Есть у меня канал в Дзене, где видосы на день раньше выходят. Есть у меня, не знаю, канал в Телеграме сделал, но мне, по сути, канал в Телеграме не нужен. Мне, наверное, личку сделаю какую-то. В общем, есть у меня Телеграм какой-нибудь. Что-нибудь будет обязательно в описании. Либо канал, либо то место, куда мне в личку можно написать. А может, откопаю пароль от старого доброго ВК. Как думаете, стоит ли туда соваться? Блин, столько лет там сидел, но перестал пользоваться, потому что, блин, время много теряется. Там туда я сошел куча соцсетей этих. В общем, мне это не очень, не по душе постоянно в телефоне сидеть. Ну, а так, что, ребята, всем до скорых встреч, всем удачи, здоровья и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok